Идем с вами дальше. Итак, вспоминаем наши с вами потонувшие от войны Великой Три Материка. Материк Атлантида, Материк Гипербореи и Материк Лемурии. Так вот, анты-атланты, которые ушли на юг и запад Европы, а также на север Африки, они пришли на территории, где жили люди-обезьяны. С ними они и смешались. Арианцы-гиперборейцы нет. Там людей-обезьян не было, потому что там было очень холодно. И нам, чтобы понимать, почему вот эти все три материка и какое было там устройство, мы должны вспомнить, что по ведам написано, что именно в Атлантиде, в Лемурии и, конечно, в Гипербореи была одна система. Все, что прописано в ведах. То есть были вот эти три духовных вида сословия, жрецы, военные ремесленники и труженики. Так вот, жрец – это зрец, то есть человек, который зреет. Человек, который приобрел высшее человеческое. По нашим понятиям, это уже старцы, а раньше это была всего лишь одна четвертая жизни. То есть детей рожали до 48 лет, это была одна шестая жизни. После 48 лет люди становились асами в ремесле, а дальше воинами-защитниками. Воинами-защитниками справедливости, как мы помним, воинами-защитниками мог стать только тот человек, в котором раскрылся центр любви и справедливости. А после 72-х это кто? Это жрецы-зрецы, это волхвы, это знахари, это ведуны. И, между прочим, они ходили и просвещали людей, помогали взрастить то высшее духовное развитие. И при необходимости жрецы, это не какая-то закрытая система, они могли выступать в необходимых ситуациях воинами или тружениками. Точно так же, как воины могли выступать уже тружениками или воинами, в зависимости от ситуации. Никто без дела не сидел. И самое интересное, что жречество – это же волшебство. Почему же человек выходил на уровень Бога? Потому что он приобретал благодаря гармонии на земле, священным садам, и то, как было гармонично устроено мироздание, он приобретал волшебные способности. Он мог исцелять, мог летать, мог превращать, мог превращаться, мог изменять климат, он мог перемещаться в другие миры и даже вселенные. И самое интересное, что войны происходили не сложной техникой, а ором, вибрацией голоса. Вспоминаем, помните, я вам рассказывала про голубое силовое поле, которое раскрывается, как нам показывают, вот отсюда. Так вот, это и был уровень, который постигали люди, когда становились бойными ремесленниками. Теперь они могли защищать, сберегать свой народ, владея этим оружием, которое давало им, помните, все преобразовывать. Так вот, войны происходили, вибрация голоса. Мы же арианцы, арианцы, и же, как атланты, абсолютно с такими же способностями, ужречество и сословия войн-ремесленников. Так вот, я выведу ваш интерес дальше. Дальше, смотрите, и так как на всех этих материках, которые затонули, была одна система, были жрецы, они владели знаниями, как можно развить духовность, вот уровнем волшебник, то если раньше к этим кастам человек, к этим сословиям, простите, если раньше к этим сословиям человек приходил, исходя из своего личного духовного развития, то чуть позже, может быть, от безысходности, может, от страданий, именно те жрецы, которые ушли с атланты, они решили себя, будучи жрецами, отделить как касту. Когда они отделяют себя как касту, это значит, что путь к ним закрыт, и он только для избранных, а избранных они выбирают сами. Они закрыли лестницу духовного роста. О подробности я вам расскажу в следующем видео.